Добрый день, уважаемые слушатели! Меня зовут Владислав Дубас, я студент 5-го курса обретов фундаментальной медицины. Я бы хотел сегодня вам рассказать о ниболее. Проблемы частые, одна из самых частых жалоб, хоть на приеме терапевта, невролога или даже врача скорой помощи. К сожалению, однако, данная жалоба не влечет за собой впоследствии врача подозрений, что какая-то серьезная проблема. Болит голова, но и болит голова. Как правило, такие головные боли не диагностируются, а значит и не лечатся. Начнем рассмотрение самого классического варианта головной боли. Женщина 50 лет. Впервые появились головные боли в подростковом возрасте, усилились после менопаузы. Головная боль. У нее односторонняя, локализуется в праволомно-височной и переорбитальной областях, то есть около глазницы. Боль женщина описывает как пульсирующую. В тяжелых случаях данная боль сопровождалась дошнотой, рвотой, светубоязнью, боязнью звуков и рядом зрительных феноменов. Не участились впоследствии головные боли, за чего она обратилась к врачу. Возникали несколько раз в месяц, длились не менее 12 часов. Привели к увольнению с работы. Казалось бы, головная боль. Но человек в силу этого потерял работу. При обследовании у невролога патологии не выявлены. На МРТ головы патологии также не видно. Какие вообще бывают головные боли? Перед нами была классическая картина мигрени. Часто мигрень это первичная головная боль, то есть без существенной основной неврологической патологии. Бывают головные боли вторичные. Рассмотрим их чуть далее. Как правило, возникают на фоне внутричерепной патологии. А внутричерепная патология может развиться на фоне какой-либо системной патологии, поражающей не только череп. Распространенность мигрени следующая. В США выявлено, что больше 20% женщин, почти четверть всех женщин в возрасте от 18 до 64 страдают этим заболеванием. Мужчин меньше. Надо сказать, что мигрень имеет такое свойство, как наследоваться в ряду поколений. Поэтому у родственников первой линии мигрень возникает чаще. К счастью, после 65 лет мигрень становится все более, менее распространенной проблемой. ОФМ-механизм. Все начинается с корковой гипервозбудимости. Кора, это то, что мы называем серым веществом, по тем или иным причинам начинает активно посылать свои лирические импульсы. Вследствие этого выделяется ряд катионовых медиаторов. Как следствие, за счет этого активируется волокон треничного нерва, которые приводят к так называемому нерогенному воспалению и расширению сосудов. Особенно сосудов мозговых оболочек. То, что чувствует боль в головном мозге, это во многом мозговые оболочки. Окей, они бывают. И всего у нас три. Одна из них представлена как бы двумя листками. Это твердая мозговая оболочка, самая наружная, накрепится к кости. Паутинная оболочка, расположенная чуть внутри. И мягкая мозговая оболочка, которая покрывает волной мозг. Именно в твердой мозговой оболочке мы обязаны болью. Люди, испытывающие негрень, нередко чувствуют ее приближение. Они знают, что в какой-то момент им голова у них начнет болеть. Все начинается с продромального состояния. Это стадия кедрестников. Спровождается типичными, такими неспецифическими симптомами. Наподобие усталости, жажды, анорексии. Задержка жидкости, то есть снижение мочеводеления. Повышенная тяга к еде может возникать. Наряду с анорексией чередоваться. И ряд желудочно-чишечных симптомов. Таких, например, вот. Эмоционально люди могут быть раздражительными. Могут быть, наоборот, веселыми. Могут быть и подавленными. На картинках внизу мы видим характерные проявления. Например, слева женщина прижимает руку с одной стороны головы. Характерен характер, но для облегрения одностороннее расположение. Тяжелая, ткарусирующая боль. Может быть, с этой же стороны локальное покраснение. Может быть, наоборот, бледность. Как правило, с одной стороны покраснение, с другой стороны бледность. В общем, женщина испытывает то, что называется сонофобия. То есть боязнь любых звуков. Она сама пытается говорить тихо, потому что громкая ее речь приводит к усилению симптомов. У женщины по центру наблюдается, в принципе, приходящая афазия. Неспособность говорить на фоне боли, в принципе. Онемение правой руки, головокружение, бледность лица, тремор в левой руке и тягучая речь. Да, она что-то может говорить, особенно то, что афазия. Но речь при этом у нее невнятная, растянутая и очень аккуратная. Внутри эти картинки те самые желудочно-кишечные симптомы. На фоне расширения сосудов, точнее перед ним, у сосудов может случиться сужение их диаметра, их просвета. Как следствие, будем наблюдать то, что называется ауры. Аура очень частый симптом, но не постоянный. Она является предшественником боли, что мы видим у пациента, на что жалуются пациенты при ауре. Они видят ту или иную картину с небольшой скотомой, остроугольной скотомой. Это попадение поля зрения небольшого. Со временем оно расширяется и вовлекает все большую площадь полей зрения. Может наблюдать что-то вроде маны, извитых тепловых линий и искривления дорог. Это и называется аурой. Иногда аура сопровождается дезортрией. Это не то, чтобы неспособность, в принципе, разговаривать, это не то же самое, что афазия. Это неспособность координировать свой речо-двигательный аппарат для произнесения звука. Человек не может правильно пошевелить нижнюю челюстью, мягким язычком, язычком свисающим с мягкого неба, глоткой, так, чтобы сформулировать тот или иной звук. Почему это на фоне происходит с пазматое сужение базилярной артерии? Базилярная артерия проходит под стволом мозга. Ствол мозга раскрашен в разные цвета и прямо под ним базилярная артерия, которая его кровоснабжает. Так получилось, что в стволе мозга расположены ядра нервов, отвечающих за нашу речь. Эта самую важную роль отдают девятому нерву, языкоглоточному. Он отвечает во многом за движение языка. Там расположены его ядра, еще двенадцатый нерв подъязычный. Там расположены их ядра, и при спазме сосуда эти ядра недополучают питание, которое должно приходить им из крови. И в итоге у человека развивается дизертрия. Также мигрей может сопровождаться то, что в неврологии называется гемиплигия. Это паралич на одной половине тела, верхней конечности, нижней конечности, то есть слабость мышц, то или иной половине тела. Также мигрень, почему такое возникает, на фоне, как правило, средственных каналов атии. Не возникает электрического тока, то есть движения заряженных частиц в одном направлении через каналы мембраны. Перед нами клеточная мембрана, липидный слой, в который встроены каналы-переносчики катионов, которые при своем однонаправленном токе вызывают электрические явления на мембране и последствия сокращения мышц или нервную пульсацию. При некоторых каналов атии, ток этот будет нарушен и мышца работать не будет, а человек при этом испытывает параллельно головную боль. Как вы критерии диагноза? Есть специальное международное общество головных болей, которое разработало критерии мигрени, чтобы разные врачи не полагались, допустим, на свой опыт, на опыт своих коллег, на какое-то еще иное мнение, пользовались едиными критериями того, чтобы у разных врачей, даже в разных странах, диагноз мигрень был поставлен однозначно, а не так, что у одного врача мигрень, а у другого хоть другой диагноз. Итак, мигрень – это боль, которая длится от 4 до 72 часов на 103 суток. Как на фоне лечения безуспешного, так и без лечения. Должен наблюдаться один из следующих признаков – тошнота рвота, либо фотофонофобия. А также дополнительно два из четырех ниже следующих критерий. Это односторонний характер, это усилующий характер боли, это усиление боли на фоне обычной, невысокой физической нагрузки, и нарастание боли от умеренной до сильной. Какое лечение? В течение первой линии обычно назначают самый простой препарат, самый недорогой, НПВС – это аспирин, истероидное противовоспалительное средство. Подобавок НПВС перорально также назначают парацетамол. Нужно сказать, что лечение не всегда себя оправдывает, тогда приходится использовать более серьезные препараты, в частности, трептаны – агонисты от рецепторов серотонина. Агонист – это вещество, которое, присоединяясь к рецептору, способствует возникновению в клетке эффектов, на которые настроен этот рецептор. Так трептаны и делают, присоединяясь к рецептору серотонина на сосуде или на нервном окончании. Они, с одной стороны, могут снижать выделение веществ, способствующих расширению сосудов и возникновению боли, а с другой стороны, они, трептаны, препятствуют расширению сосудов, сами по себе действуя на сосуды. Еще более новое лечение, препарат, разработанный менее, чем 10 лет назад, очень новый препарат, пока что малодоступный, антагонист. Мы говорим сейчас про агонисты, а есть антагонисты, которые противодействуют эффектам рецептора. В данном случае, это рецептор кальцитонин, ген породственного пептида. Данный белок, данный пептид, присоединяясь к рецептору, вызывает, будет вызывать ряд событий, способствующих развитию мегалин. То есть, вазодилатацию, повышенную импульсацию из нервных окончаний. И вот, чтобы это предотвратить, разработаны препараты из группы джепантов, которые блокируют этот рецептор, и, как следствие, кальцитонин, ген связывающий, ген родственный пептид, не может связаться с данным рецептором. Второй линией используют противоэпилептические препараты за их способность блокировать натриевые каналы. На слайде про каналы пати я говорил, что для возникновения электрических явлений в клетке должен быть канал, а также направленный ток одинаково заряженных частиц. Так вот, если заблокировать этот канал, специфически в центральной нервной системе, а не в мышце, то не будет импульсации в центральной нервной системе, в головном мозге, не будет передаваться сигнал сосудам, расширьтесь, а стало быть, и не будет развиваться, и не будет развиваться явление мигрени. Но это вторая линия, это не препараты выбора. Самое важное, без чего фармакологическая терапия окажется бессильной в течение даже нескольких месяцев или нескольких лет, это следующие три позиции. Мигрень ассоциирует, ее развитие ассоциируется с недостаточным количеством сна у человека, пониженным употреблением жидкости и нерегулярными пищевыми астрономическими излишествами. Поэтому таким пациентам рекомендуется ввести, что называется, здоровый образ жизни. Тогда частота мигрени, с одной стороны, будет снижаться, с другой стороны, фармакологическая терапия окажется более эффективной и менее продолжительной даже. Последний тренд, последнее веяние, то, чем раньше пренебрегали то, что в России называется дисбактериозом, в зарубежной литературе называется дисбиозом, это влияние кишечной микрофлоры, бактериальной флоры на развитие мигрени. Очень немного материала по этой теме есть, тема последних лет, но тем не менее. Считается, что кальстанин, генрозственный фептид, способен не только приводить к расширению сосудов, но и вызывать гибель бактерий. Бактерии гибнут, выделяя при этом ряд своих определенных веществ, ассоциированных с их смертью, тем самым стимулируя выделение, то, что мы называем цитокинами, вещества, которыми клетки общаются между собой. В данном случае выделяются провоспалительные цитокины, то есть вещества, которые способствуют воспалению. Они по системному кровотоку могут подпрызть головной мозг и привести к воспалению нейрогенному, цитокиноассоциированному, именно там. И также будет развиваться головная боль. Это вот интересная ассоциация, связь между кишкой и головным мозгом. Следующая патология, следующий клинический случай. Молодой уже мужчина, 34-летний, обратился к терапевту с жалобами на сильную боль сверху и позади правого глаза. Боль началась несколько дней и носит прерывистый характер. Появляется, исчезает, появляется, исчезается. Происходит несколько раз в день, 30-60 минут длится, и на фоне этого просыпается ночь. Что более интересно, боль приводит к резотечению, инъекции конъюнктива, то есть как будто бы покраснение глаза, и заложенности носа. Употребление алкоголя вызывает и усиливает эту боль. Ему жена сказала, что он в последнее время был раздражительным, перевозбужденным. При осмотре выявлен отек около правого глаза и небольшой птоз, то есть опущение глаза. Мужчина сообщил также, что у него похожие симптомы были 2 года назад. И на данный момент мужчина беспокоит тем, что эпизод длился тогда несколько недель. Это так называемые кластерные головные боли. Налицо отличие от мигрени. Да, безусловно, с одной стороны, да, более редкие. По аналогии, с одной стороны по аналогии с мигренью, но более редкие, чем мигрень. Но главное отличие в том, что наблюдаются вегетативные реакции. Самое яркое – слезотечение, заложенность носа и гипергидроз. Это усиленное потение с одной стороны лица. Видим по картинке, что чаще боли проявляются ночью. Мы видели по истории, что приводят они к пробуждению человека. Кожа у человека приобретает вид апельсиновой корки. Характерно набухание поверхностно-височной артерии с ее пульсацией, слезотечение, покраснение глаза, инъекции склеры и такая же пульсирующая боль. Но она, в отличие от мигрени, менее изнуряющая, более изнуряющая. Как она развивается? Происходит также активация сосудистой и парасиметической системы. Того же самого тройничного нерва. Тут поражаются первые две ветви. Первая ветвь – это глазная ветвь, вторая ветвь – это верхночелюстная. И они отвечают за боль именно в этих регионах, которые соответствуют их названиям. Каковы критерии боли? Длится она от 15 до 180 минут, не такая долгая, как мигрень, которая длилась от 4 часов до 3 суток. Локализация примерно такая же, окологлазничная, возбужденное состояние человека, вегетативная реакция наподобие сложности носа и носотечения. Возможно гипергидростовость, увеличение потливости лица на одной стороне, миоз, сужение зрачка. И в толстое сокучение глаза. Как лечить? Те же самые триптаны, которые стимулируют рецепторы зеротонина. И высокопоточная кислородная терапия. Почему кислород? Он суживает сосуды головного мозга. Это видно на картинке справа. При гипервентиляции все фиолетовое, то есть сосуды сужены. Это возникает на фоне того, что кислород выталкивает из крови углекислый газ и приводит, как следствие, к окружению сосудов. Можно другие триптаны применять, не только суматриптан. Можно НПВС, например, эндомитоцин, эндомитоцин, эрготамины и лидокаин. Лидокаин блокирует натриевые каналы. Хирургические данные патологии также можно лечить через кожу. Вводят катетер, зонд, которым проводят абляцию, то есть прижигание узла троничного нерва. Другое состояние называемое пароксизмальной гемикронией. Пароксизмальная значит обостряющаяся, наступающая с усилением гемикронией, поражающая одну половину терепа. Длится более 2-45 минут, более короткая, по сравнению с предыдущей болью. Может быть хроническая, периодическая. Видим, что также человека поражают ночью довольно часто и довольно короткими интервалами. Хорошо реагируют на лечение эндомитоцином. Применяют в 2-3 раза в день, однако это влечет за собой негативный эффект формирования желудочных язвов. Также помогают вторая линия, это блокаторы кальциевых каналов, которые способствуют сужению головных сосудов. Приводит к ротации шеи саму по себе, а также по городу головы, шеи может приводить к тому, что боль будет усиливаться. Б, головная боль, самая частая головная боль, головная боль напряжения. Любой человек испытывает свои жизненные напряжения, какое-либо давление в социуме. И на фоне этого, к сожалению, возникает головная боль. Здесь уже не будет тошноты, по счастью, патафобии и фонофобии. Но в таком случае важно исключать вторичный характер, то есть развитие на фоне серьезного неврологического заболевания. Длительность минимум 7 дней, менее 7 дней, частота возникает как случайно, редко, набегами, так сказать, и ежедневно. Как минимум два следующих четырех критерий должно быть. Это не пульсирующая боль, нет связи с физической нагрузкой, интенсивность боли не ограничивает человека, не инвалидизирует его и локализация двусторонняя. Проявляется эта чувствительность при надавливании височной области. Проявляется в виде наподобие лентовидной, наподобие сжимающего пояса на голове. Нередко наблюдается затылочное напряжение, напряжение затылочных мышц и ригидность мышц шеи. То есть человек, мышцы шеи напряжены и человек не может наклонить голову к переди. В таком случае важно отличать эту боль от менингизма, от воспаления, от процесса поражающего мозговые оболочки. Характерная в линии менингита ригидность мышц шеи. Эта боль может ограничивать жевательные движения человека, нарушать сон. Возникает на фоне постоянного ежедневного давления, обоворота обид в социуме. И лечится, как правило, снижением объема этих обид. Ну, можно применять НПВС, они тоже могут помочь, но первоначально мы помним, что фармакологическая терапия обычно бесполезна, когда не решены проблемы, вызвавшие эту головную боль. Следующая голодая боль. Мужчина 45 лет жалуется на ежедневную головную боль в течение уже последних 10 лет. 10 лет у человека ежедневно болит голова на протяжении всего дня и усиливается при пробуждении. Он отмечает боль такого характера, пульсирующую, но не всегда, а лишь иногда. С двух сторон бифронтальную, это значит с обеих сторон голова, с легкой тошнотой. При этом симптомы облегчаются приемом аспирина, парацетамола, кофеина. Кофеин усиливает эффекты аспирина или парацетамола. В настоящее время принимают эти таблетки каждые 6 часов, то есть 3, а то и 4 раза в сутки, если сон короткий. Прошел множество исследований черепа, головы и консультации по этой проблеме. И у него отмечают, что с детства появляются боли, но не каждый день, а довольно редко. Ежедневно головная боль то усиливается, то облегчается и в последующем наблюдении состояние его улучшилось. Он сообщает лишь о перемежающейся головной боли при напряжении эмоциональном. Возникает не каждый день, а 3 раза в неделю. Пациенту объяснили, что чрезмерный прием лекарств и кофеина вреден. На фоне этого ему назначенами трептилины, это антидепрессант для профилактики головной боли. Это так называемая хроническая головная боль. Как-никак 10 лет человек каждый день на протяжении всего дня страдает этой болью. Возникает на фоне уже имеющейся той или иной патологии, чаще всего это головная боль напряжения и мигрень. Часто чрезмерное потребление лекарственных средств способствует развитию этой головной боли. Основные принципы лечения, чтобы как всегда, чтобы любая фармакологическая терапия была эффективной, исключить факторы, которые приводят к этой головной боли. Депрессию, психосоциальный стресс, плохой сон и так далее. По возможности изменить препараты, уменьшить количество их приема, заменить на препараты более длительного действия, медленного освобождения, чтобы человек не думал весь день о том, когда же ему нужно принять препарат, который ему еще и не очень-то и помогает. Полезная эмоциональная поддержка, соответствующая терапия, изиотерапия, релаксационный массаж, ну и на фоне приема фармакологической терапии первая линия НПВС, вторая линия это антидепрессанты. Теперь мы с вами подокрались к вторичной головной боли. Ниже представлены картинки причин, которые могут приводить к этой самой головной боли. Внизу слева мы видим два фруктовых признака. Признак лимона, признак банана. Признак лимона заключается в том, что кровотечение, кровь скапливается между твердой мозговой оболочкой, которая крепится к черепу, и костю. Почему такой карманшик получается? Потому что твердая мозговая оболочка прикреплена к черепу. Ну, как вот такой карман называется. Справа признак банана, на этой нижней левой картинке, потому что кровоизлияние уже сундуральное по твердой мозговой оболочке. Между твердой мозговой оболочкой и паутиной мозговой оболочкой нет таких прочных-прочных связей, как у твердой оболочки черепа. Поэтому кровь растекается по всей площади. Кровь служит как бы подушкой. По центру мы видим кровоизлияние внутри мозговой. Справа видим уже не кровоизлияние, а опухоль из мозговой оболочки. Опухоль называется минингиомой. Про эту ситуацию расскажу чуть поподробнее. Справа отмечу, что мы видим большое внутри мозговое кровотечение. Рассмотрим клинический случай. Довольно пожилой мужчина с 78 лет сообщает врачу о постоянной боли, которая охватывает всю голову в течение последнего месяца. Чувствует себя плохо, аппетит понижен. Не удивительно. Общая симптоматика. Что настораживает? Потерял 4,5 килограмма массы тела. Довольно много потери массы тела врача обычно настораживает на наличие той или иной онкологии, того или иного онкологического состояния у пациента. При пробуждении, однако, он отмечает скованность и боль в плечах и бедрах. Интересное состояние, сопровождающее головную боль. Можно перепутать с артритом, воспалением суставов, но смотрим дальше. За неделю до обследования пациент отмечает временное затуманивание зрения в левом глазу примерно на 20 минут. При неврологическом осмотре выявлена болезненность височной артерии срева. При взятии биохимического общего анализа крови отмечено увеличение скорости оседания элитроцитов до 85 мм в час. При норме в разных лабораториях по-разному до 15-20 мм в час. Пациенту назначили передний золон. Это гормональный препарат, ростный гормон, который выделяют надпочечники. 60 мг в день, довольно высокая доза. Симптомы быстро улучшились. При биопсии левосочной артерии, то есть изъятии участка левосочной артерии и исследовании его под микроскопом, обнаружено наличие воспаления гигантоклеточной артерии. Это воспаление всей стенки артерии с наличием многоядерных гигантских клеток. Обычно клетки одноядерные, а тут клеток может быть несколько десятков ядер. Это гигантские клетки воспаления. Также обнаруживается разрушение эластической пластинки артерии. Почему артерии такие растения, такие прочные на взрыв, выдерживают такое высокое артериальное давление, потому что есть эластические пластинки. И вот тут она разрушена частично. Спустя 8 месяцев дозировку преднизолона снизили до 5 мг в сутки. Что это такое гигантоклеточная артерия, то он еще называется болезнью Хортона. Мы видим здесь биопсию, то есть срез поперечный через артерию. Вот эта розовая масса, это раньше был просвет артерии. Сейчас тут поселились клетки. При увеличении мы видим клетки, в которых много-много ядер. Это те самые многоядерные клетки воспаления. На что жалуется пациент? Вот на то, что отмечает пациент. Потерю зрения, которая возникает быстро, внезапно и внезапно проходит через короткое время. Головную боль, потрату массы за счет того, что снижен аппетит. И обнаруживаем яркое контурирование этой артерии, как правило, со сниженной пульсацией. При осмотре глазного дна видим нейропатию за счет того, что к этому зрительному нерву не поступает кровоснабжение. А вследствие этого нерв голодает и отказывается работать, то есть передавать световые импульсы в головной мозг. Лечим гормонами глюкокортикоидами. Это гормоны, выделяемые надпочечниками. Мы синтезировали искусственный вариант. На что они действуют? Они действуют на свои рецепторы, влияя внутренние клетки на ряд ее функций. Например, воздействие на дендритные клетки, это наши сторожевые клетки, которые расположены, например, в кишке. Они ловят то, что им кажется вредным, переваривают это и затем выставляют на свою поверхность, показывая, смотрите, что я нашел. Вот это вот вредно. Аккуратнее будьте. Может действовать на бокаловидные клетки, снижая тем самым секрецию слизи. Может действовать на петериальные клетки, на эозинофилы, привлекая их в место воспаления. Либо уменьшая их количество воспаления, привлекает само по себе эозинофилы, кортикостероиды. Это воспаление будут подавлять и снижать объем эозинофилии. Также в макрофаге будут быть снижена их подвижность. Лимфоциты будут выделять меньше стокинов в тучной клетке, которые выделяют ряд веществ, необходимых для воспаления. Их также количество будет уменьшаться. Но мы помним, у этих препаратов есть ряд неприятных побочных эффектов. Один самый популярный из них это увеличение массы тела, это остеопороз, повышение артериального давления, нарушение электролитного обмена и уровня глюкозы в крови. Что мы видим здесь? На левой картинке в этой области мы обнаруживаем небольшое снижение интенсивности сена. Тут небольшой отек. Справа мы видим наличие кровоизлияния. Оно возникло на фоне того, что данному человеку тромбик, который тут сидит в месте отека и закрывает сосуд, не позволяя кровью вытекать, разрушился на фоне терапии. Кровь вытекла, человек испытал сильную головную боль, к сожалению, данного пациента спасти не успели. Как выглядит головная боль? Пациенту описывают эту боль как громовую, как самую сильную боль, которую они только испытывали в своей жизни. При исследовании глазного дна на фоне кровотечения внутримозгового обнаруживаем смазанность границ диска зрительного нерва. Тут они четкие справа, а слева они смазанные. И кровоизлияние субгиалоидное, то есть под стекловидным телом, которое заполняет наш глаз. Другая задача, другой пример. 38-летняя женщина с избыточной массой тела, жалуется на головную боль и нечеткость зрения. Похоже, как с прошлого мужчины, но отличие в том, что головная боль обостряется при наклоне вперед. Отметила периодическое отворение в глазах. При попытке посмотреть в бок обнаружен паралич шестого черепного нерва, который отвечает за движение глаз в сторону от носа. При исследовании спинномозговой жидкости обнаружено повышенное ее давление. 350 мм рт. Гематологические, цитологические и химические показатели. Это так называемая идиопатическая, то есть боль без причины, внутричерепная гипертензия, повышенное давление. Другое название псевдообхоль мозга, псевдообхоль мозга. Частые симптомы это прогрессирование боли, шум душа, помутнение зрения и усиление боли при наклоне. Возникает у людей повышенная масса тела с гибервитаминозом витамина А на фоне приема некоторых антибиотиков и отстроциклинов. Нередко стероидов, а также нестероидных противовоспалительных средств. Лечение, снижение массы тела, применение мочегонных средств. Почему возникает отек диска зрительного нерва? Потому что при сдавлении зрительного нерва, который отходит от глаза, от него отходит в бок нерв, при его сдавлении кровь уже оттекает и возникает ее застаивание и повышение давления. Хирургически можно это лечить, выделяют этот зрительный нерв, делают на нем надрезы и таким образом происходит декомпрессия, снижение давления, потому что есть отверстие. Человек при этом видит, потому что не сам нерв надрезает, а в оболочку, терби мозговую. Другой пример. 28-летняя женщина также страдает головной болью, усугубляет на фоне физической нагрузки, такие как наклоны. Возникает при пробуждении, при натуживании, исчезает в положении лежа, что не характерно для мигрени. Продолжаются две недели, приводят к тошноте и рвоте. За три недели, причем до этого, она сообщила, что повредила шея, попала в автомобильную авто ДТП. На МРТ головного мозга, с которой контрастировали, показано усиление сигнала от паутинной оболочки. В последующем анализ циэбросидальной жидкости показал повышенный белок и низкое давление этой самой жидкости. Это так называемая боль, возникающая на фоне низкого давления спинно-мозговой жидкости, циэбросидальной жидкости. Причина после, например, функции этой жидкости, остается там отверстие в спинномозге, через которое спинно-мозговая жидкость может подтекать. На фоне этого объем ее уменьшается, давление уменьшается и человек испытывает боль. Маневр бальсальвы, то есть натуживание, выдох при натуживании, помогает выявить эти симптомы. Диагностика МРТ с контрастированием, опущение головного мозга на определенные проекции МРТ или скопление жидкости. Что мы видим здесь? Видим яркое контурирование мозговой оболочки. Мозговая оболочка не может быть такой толстой. Даже заходя сюда, так называемый серп, она не должна быть такой утолщенной. Здесь мы видим справа норму, правда немножко в другом режиме, слева не норма. Что мы видим? Отслоение, как бы отслоение мозга от телепа. Опущение мозжечка в затылочное отверстие. Здесь он вот как высоко, а здесь он пониже. Видим уплощение моста. Мост в норме более сильно выступает, потому что головной мозг опустился. Лечим постельным режимом и возобновлением объема жидкости, либо внутривенно, либо можно вводить интертекально, то есть спинной мозг, как представлено на картинке справа. Можно наложить пояс на живот, дать немного кофеин, тогда давление внутри брюшной повысится. Это поможет повысить давление в спинномозговом канале и головная боль пройдет. Нередко после, иногда после спинальной функции накладывают эпидуральный пластырь, который герметизирует отверстие. Следующий пример. 50-летняя женщина пожаловалась на боль в левой щеке. Боль не на пол лица, а именно в щеке. На фоне чистки зубов, на фоне холодного ветерка у нее развивается очень сильная боль. Несколько раз пищала стоматолога и были удалены, к сожалению, зубы из-за этого, но это не помогло. Впоследствии при нервовизуализации выявлено, что один из сосудов головного мозга давит на тройничный нерв. Нерв от давления очень сильно болит. На фоне приема карбовазепина и габапентина противоэпилептическими средствами было небольшое облегчение, однако настоящее облегчение наступило после хирургического лечения. Самая страшная голодная боль, потому что ее нельзя выявить по анализам, может длиться мгновение до нескольких минут. Напоминает зубной боль в промежутках, потому что такая же, такой тупой характер. Чаще всего на фоне либо рассеивающего склероза, когда исчезает в кавычках обмотка нейрона, которая изолирует нервных волокон, которые изолируют их друг от друга, или на фоне давления артерии на сосуд, на нерв. Часто выявляется утрата рефлекса с роговицы, который обеспечивается тем самым нервом, который заболел у данных пациентов. Лечение либо карбомазепин, блокатор натриевых каналов, противоэпилептическое средство, либо хирургическое лечение. Вот как это выглядит на картинке. Сосуд давит на нерв. Здесь мы видим цветные сделки. Синяя, желтая и красная. Это троничный нерв. А здесь синяя. Видим сосуд давит на этот нерв. Справа примерно то же самое. Как это лечим? Формируем препятствия между сосудом и нервом. И пациенты избавляются от этой боли. Один из самых частых вариантов лечения. Вот как это выглядит интероперационно справа. Сосуд сдавливает трагичный нерв. И последняя головная боль, возникающая на фоне инфекции. Самое страшное, что может случиться, это воспаление мозговых оболочек, которое раньше уносило огромное количество жизней. Такая же сильная головная боль, как при кровотечении. Но сопровождается ригидностью. То есть отсутствием гибкости в шее. Спровождается снижением гибкости в конечностях. И общей поддавленностью пациента. К сожалению, возникает в тесных, скучных условиях жизни. Возбудитель передается воздушно-капельным путем. Это менингокок. Блистый друг гонокока. Может вызывать гнойное воспаление мозговых оболочек. Здесь же пример более интересный. Наверняка многие из вас болели в детстве ветрянкой. И вот почему плохо переболеть ветрянкой, а не сделать от нее прививку. Потому что, переболев ветрянкой, человек от нее полностью избавляется. Она остается жить в нем, за тем лишь исключением, что она спит. Со временем она просыпается. И когда она просыпается, она дает о себе знать в виде вот такой болезненной сыпи по ходу нервов, которые дает троничный нерв. Как у данного мужчины. Это не только касается троничного нерва. Это довольно редкая локализация на лице. Но он сопровождается головной болью. Часть щитящая локализация на спине по ходу реберами жеберных промежутков. Здесь слева до начала лечения, справа после начала лечения. Лечение, как и обычного герпеса, ацикловир, ганцикловир или фанцикловир. На этом у меня все. Большое вам спасибо за внимание.